Красный маршрут И вот эта идея, она в частности лежит в основе маршрута, который рассказывает не только о детских и юношеских годах Володи Ульянова, но и затрагивает судьбу города, связанного с именем своего великого земляка. Экскурсионная программа рассчитана на несколько часов. Первая точка – мемориальный квартал музея-заповедника Родина Ленина. Именно здесь ульяновцы и гости города смогут воочию ощутить атмосферу старинного губернского провинциального города. Именно в этом квартале стоит знаменитый на весь мир дом-музей Владимира Ильича Ленина. Первый собственный дом семьи Ульяновых, где прошли детские и юношеские годы Володи. Этот дом является отправной точкой ульяновского красного маршрута. Следующий на нашем пути был музей «Мелочная лавка». Здесь представлены подлинные экспонаты свидетелей симбирской торговли XIX века. Сюда частенько заглядывала Мария Александровна Ульянова. На прилавке стоит сахарная голова, сладкий монолит. Это самый дешевый сахар. Их рубили специальным приспособлением, больше похожим на топор. Ну а для тех, у кого не было денег на фунт сахара, не было заветных 18 копеек, пожалуйста, пейте чай в приглядку, господа. Чай не сладкий, без сахара совсем. Ну, наверное, самый полезный. Покинув мелочную лавку, мы попали в музей и усадьбу городского быта Симбирска конца XIX – начала XX века. Это квартира, которую снимали ульяновые. Сотрудники музея буквально из осколков прошлого сложили цельный образ жизни горожан конца XIX – начала XX века. Здесь есть и кабинет отца семейства, детская, женская комната, столовая и гостиная. Следующий объект нашего экскурсионного путешествия – музей «Симбирская классическая гимназия». К нему примыкает белое здание до сих пор действующей гимназии. Музей раскрывает тему формирования личности Владимира Ульянова в гимназические годы. Здесь все восстановлено до мельчайших подробностей гимназии XIX века. Самым суровым наказанием считалось помещение ученика на несколько часов в каце. Он правильно допускает от полутора до 24 часов. Что же это за помещение такой у каце? Небольшая комната на первом этаже, рядом шинельная, в белом стане, стол, стол и кровать. Вот все, что там было, из еды полагалось в реку воды. Следующий этап «Взрослая жизнь Владимира Ильича Ленина» была представлена в Ленинском мемориале. Посетители музея познакомились с социалистической эпохой нашей страны, как наследием выдающегося политика и государственного деятеля XX века. Экскурсовод последовательно раскрывал ключевые события советского государства. Кульминацией тура стала торжественной церемонией принятия в пионеры. Всегда готовы! Молодцы! Если вы хотите узнать как можно больше о самом знаменитом нашем земляке и переместиться через три эпохи, принимайте участие в новой туристической программе «Ульяновск. Красный маршрут». Ирина Антонова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова